Уроки обучения грамоте Для чего-то в жизни достичь, нужно трудиться, нужно стараться. Тема сегодняшнего урока следующая. Составление слогов и слов после слога звукового анализа. Начнем мы наш урок с проверки самостоятельной работы. Я уверена, дорогие ребята, что вы выучили наизусть стихотворение на странице 11 на «Отлично!». А еще в рабочей тетради вы должны были закончить работу над схемами слов «сосна», «клен», «дуб». Приготовьте рабочие тетради, давайте проверим. Итак, первое слово «сосна». Скажите мне, пожалуйста, сколько слогов в данном слове? Давайте проверим. Как мы проверяем? «Сосна». Сколько получилось? Правильно, два. Ребята, а сколько гласных звуков в этом слове? Два. Сколько согласных? Три. Молодцы. А ударение падает на какой слог? Правильно, на второй слог. Следующее слово «клен». Сколько слогов в слове «клен»? Правильно, один слог. А сколько гласных в данном слове? Правильно, один гласный звук. Следующее слово «дуб». Сколько, ребята, слогов в данном слове? Правильно, один слог. А сколько согласных звуков в этом слове? Два. А сколько гласных? Один. Молодцы. Ребята, скажите мне, пожалуйста, сосна, клён и дуб – это что? Правильно, это деревья. А сейчас мы должны с вами вспомнить, из чего состоит наша речь. Наша речь состоит из предложений. Предложения выражают законченную мысль. А из чего состоят предложения? Правильно, предложения состоят из слов. А слова состоят из слогов. А из чего состоят слоги, ребятки? Правильно, из звуков. А какие бывают звуки? Вспоминайте. Правильно, звуки бывают гласные. Это те звуки, которые мы произносим с помощью голоса. А ещё бывают звуки, которые мы произносим с помощью голоса и шума. Такие звуки называются согласными. Они, в свою очередь, бывают твёрдыми и мягкими. В схемах гласные звуки мы изображаем красным цветом. Твёрдые согласные – синим цветом. Мягкие согласные – с зелёным цветом. А что такое ударение, ребятки? Правильно, ударение – это выделение голосом гласного звука в ударном слоге. То есть это когда мы один слог тянем дольше, чем другой. Это и есть ударение. А ударение при письме обозначается таким знаком, который вы видите на экране. Ребятки, ударение всегда падает только на гласный звук. Он называется ударным. Глассные, на которые не ставится ударение, называются безударными. А сейчас я предлагаю вам подумать и ответить. Листья с веток облетают, птицы к югу улетают. Что за время года? Спросим. Нам ответят – это… Правильно, ребята, это осень. Ребятки, скажите мне, пожалуйста, какой бывает осень? Правильно, осень бывает золотой. Теплой или холодной. Ребятки, осень бывает разной. Бывает холодной и неприветливой. С большими дождевыми тучами. С мелким моросящим дождиком. С большими лужами. С холодным порывистым ветром. Бывает осень и яркой, с красивыми разноцветными листьями. С теплым осенним солнышком. Осенью бывают ясные деньки. Листики порхают, словно мотыльки. Нити паутинки на кустах блестят. Льется на тропинке шелтый листопад. Ребята, осенью бывает листопад. А сейчас, уважаемые ученики, я предлагаю вам подумать и назвать признаки осени. Так, что происходит осенью? Правильно, птицы улетают в теплые края. Солнце греет меньше. Идут дожди. Падают листья. Начинается листопад. Осенью мы одеваемся теплее. А также осенью мы собираем урожай. Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с этой работой. А теперь давайте поиграем в игру «Доскажи словечко». Что весною мы сажали, потом летом поливали. Все, что осенью на грядках поспевает. Вкусно, сладко. Не зевай и собирай наш осенний, что, ребятки? Правильно, урожай. А что такое урожай? Урожай – это большое количество уродившегося хлеба или иных растительных плодов. А если сказать попроще, ребятки, урожай – это все собранные овощи, фрукты и травы. Осень скверы украшает разноцветную листвой. Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды приготовила природа всевозможные плоды. Ребята, значит, где мы будем с вами собирать урожай? Правильно, в садах, в огородах и на полях. А сейчас я предлагаю вам отправиться в сад. Но для этого вам нужно открыть букварь на странице 12. Уважаемые родители, помогите нашим деткам открыть букварь на нужной странице. Что мы видим? Мы видим небольшой текст, который нам нужно прочитать. Выросли на дереве вкусные сережки, круглые и красные, кислые немножко. Чтобы слов не тратить лишних, скажем сразу, это правильно, ребята, вишни. Давайте попробуем составить схему к слову вишни. Сколько слогов в слове вишни? Проверяем. Вишни, правильно, два слога. Ребятки, а сколько звуков мы слышим в слове вишни? Вишни, правильно, пять звуков. А какой первый звук? Мягкий согласный. А какой второй звук? Гласный. Какой третий звук? Твердый согласный. Какой четвертый звук? Мягкий согласный. И пятый звук? Гласный. Слогов мы сказали два. А на какой слог падает ударение? Проверяем. Вишни. Правильно, ребятки, на первый слог. Замечательно. Продолжаем дальше. Посмотрите внимательно на это изображение. Что вы видите, ребятки? Правильно, мы видим деревья и кусты. А какие деревья вы видите на рисунке? Правильно, это фруктовые деревья. А где они растут? Они растут в саду. Кто мне скажет, что это за деревья? Это яблоня, груша и вишня. Ребята, а что растет в саду? Правильно, в саду растут фрукты и ягоды. Фрукты и ягоды, ребята, это сочные плоды, в которых содержатся семена. А какие фрукты вы еще знаете? Назовите их. Молодцы. А теперь, ребята, я предлагаю вам составить предложение по этой схеме к данному изображению. Ребятки, сколько слов будет в предложении? Посмотрите внимательно. Правильно, четыре слова. Почему? Потому что схема состоит из четырех прямоугольничков. Составляем. Составили? Молодцы. И что же у вас получилось? Замечательно. А вот что получилось у меня. В саду поспели фрукты. Вот такой мы с вами собрали урожай фруктов, ребята. Но обратите внимание, в правом углу стоит у нас кто? Мудрый филин. Он просит нас обратить внимание и подумать, что же не так. Кто догадался? Правильно, среди фруктов спрятался помидор. А разве помидор растет в саду? Нет, ребята, он не растет в саду. А почему? Потому что помидор – это овощ. И он не должен находиться среди фруктов. Молодцы. Ребята, мы собрали урожай в саду. Теперь нам пора идти дальше. В огород. Посмотрите внимательно, что вы видите на этой картинке. Правильно, ребята. Это огород. Вот веселый огород. Что здесь только не растет. А какие овощи вы видите? Здесь мы видим капусту, помидоры, огурцы и свеклу. А где они растут? Правильно, они растут на грядках. Какие еще овощи вы знаете? Назовите их. Замечательно. Ребята, запомните. Овощи – это огородные растения, которые выращиваются для питания человека. А теперь давайте попробуем составить предложение по этой схеме к данному изображению. Сколько слов должно быть в предложении? Правильно, 4, так как схемка состоит из 4 прямоугольников. Составляем. Получилось? Молодцы. А вот и мое предложение. Мы собрали большой урожай. Действительно, ребята, посмотрите, какой мы собрали урожай. Что мы собрали с вами? Мы собрали огурцы, кабачки, морковь, редьку, свеклу, чеснок, перец, зеленый горох. Ребята, еще здесь появилось яблоко. А разве яблоко растет в огороде? Конечно же нет. Яблоко – это фрукт. И яблоко растет где? В саду. Правильно. Значит, яблоко здесь у нас лишнее. Молодцы. Мы собрали, ребята, с вами очень хороший, богатый урожай. Но фрукты и овощи все перемешались. Нам нужно отделить их друг от друга. В корзину только фрукты, а в ящик только овощи. Ну что ж, начнем? Начинаем. Итак, капусту мы куда отправим, ребята? Правильно, капуста – это овощи. Она отправляется в ящик. А гранат – правильно, ребята, в корзину отправляем. Огурцы – правильно, они должны быть в ящике. А хурма – замечательно, ребята, она должна быть в корзине. Морковь – конечно, в ящик. Слива – в корзину. А помидор – правильно, мы отправляем его в ящик. Баклажан – тоже в ящик. А грушу куда? Правильно, в корзину. Картофель у нас отправляется в ящик. Айва отправляется куда? В корзину. Замечательно, ребята, и с этим заданием вы справились. Ребята, скажите мне, пожалуйста, легко ли выращивать овощи и фрукты? От кого это все зависит? Правильно, от овощеводов и садоводов. Овощеводы и садоводы вкладывают очень много труда, чтобы выращивать большой, хороший урожай. Поэтому мы с вами должны ценить их труд. Скажите мне, пожалуйста, ребята, а какую пользу приносят фрукты и овощи? Правильно, фрукты и овощи богаты витаминами, которые так необходимы для организма человека. Фрукты и овощи обогащают нас нужными витаминами, которые защищают наш организм от разных болезней и укрепляют наш иммунитет. Но, ребята, никогда не забывайте, что фрукты и овощи перед употреблением обязательно надо мыть. Не будем забывать? Прекрасно! А теперь давайте подведем итоги. Что мы делали на уроке? Правильно, мы сегодня работали по букварю, играли в игру, собирали урожай. Что нового вы узнали? Вы узнали, ребята, где растут фрукты и где растут овощи. А где растут фрукты? Правильно, фрукты растут в саду. А где растут овощи? Правильно, они растут в огороде. Ребята, давайте вспомним, из чего состоят слоги. Правильно, слоги состоят без звуков. А звуки бывают у нас какие? Гласными и согласными. А что такое урожай, ребята? Правильно, урожай – это собранные овощи, фрукты и травы. Самостоятельная работа. К следующему уроку я попрошу вас поработать по букварю на страницах 12 и 13. А в рабочих тетрадях нарисовать и составить схемы к словам капуста, тыква, лимон и хурма. Справитесь? Я не сомневалась. Вы сегодня отлично поработали. Вы молодцы. Спасибо за работу. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я рада приветствовать вас на уроке письма в первом классе. Желаю вам отличного настроения и хорошей работы. А сейчас, ребята, повторяйте за мной. Мы хорошие ребята. Мы учиться очень рады. Наш девиз – ни капли грусти. Все добьемся, все получим. Я уверена, дорогие ребята, что вы всего добьетесь и у вас все получится. Готовы к уроку? Все приготовили? Тогда начинаем. Ребята, скажите мне, пожалуйста, какое сейчас время года? Совершенно верно. Сейчас время года – осень. Из уроков обучения грамоте вы знаете, что осенью мы собираем урожай. А где мы собираем урожай? Умнички! В огороде, в саду и на полях. А что растет в огороде? Правильно, овощи. А что растет в саду? Умнички! В саду растут фрукты и ягоды. Вот мне интересно, ребята, какие овощи и фрукты приготовила осень? Мы можем узнать, что она приготовила, если отгадаем загадки. Вы готовы отгадывать загадки? Тогда внимательно слушаем. Внимательно слушайте и попробуйте отгадать, какие овощи приготовила осень. Она светло-зеленая и по форме круглая. Что это может быть? Правильно, это капуста. Она оранжевая и треугольная. А это что может быть? Умнички! Это морковь. Он коричневый и овальный. Что это может быть, ребятки? Конечно, это картофель. Дальше. Он красный и круглый. А это что? Правильно, это помидор. Ребята, вот что приготовила осень в огороде. А интересно, какие фрукты она приготовила? Давайте внимательно слушать и отгадывать загадки. Само с кулачок красный бочок. Тронешь пальцем гладко, а откусишь сладко. Что это может быть? Совершенно верно. Это яблоко. Я румяную матрешку от подруг не оторву. Подожду, пока матрешка упадет сама в траву. Ну-ка, ребятки, подумайте, какой фрукт имеет форму, как у игрушки матрешки. Правильно, это груша. В шкуре желтый кислый он называется, конечно же, лимон. Молодцы, ребята, вы все загадки отгадали. Посмотрите, вот какие овощи и фрукты приготовила для нас осень. Но, ребятки, это мало. Ведь еще больше фруктов и овощей поспевают в огородах и садах. Ребятки, скажите мне, пожалуйста, какую пользу приносят нам овощи и фрукты? Правильно, овощи и фрукты богаты витаминами, которые так необходимы для здоровья человека. Они укрепляют наш организм и защищают его от различных заболеваний. Поэтому, дорогие ребята и уважаемые взрослые, каждый день употребляйте овощи и фрукты. Но не забывайте о том, что их надо мыть. Не будете забывать? Молодцы! Ну а тема сегодняшнего урока это письмо наклонных петель. Приготовьте пропись и синюю ручку. Вспоминаем, как правильно сидеть за рабочим столом и как правильно держать ручку. Внимательно посмотрите на картинки. Сели ровно, выпрямили спинки, ноги поставили на пол под прямым углом. Локти положили на рабочий стол и голову слегка наклонили. И ручку обязательно возьмите правильно. А сейчас, ребята, давайте с вами вспомним, как называется эта строка. Совершенно верно. Эта строка называется рабочая строка. А как называется эта строка? Правильно. Эта строка называется вспомогательная строка. Или межстрочное пространство. Или нерабочая строка. Ребята, а в какой строке мы с вами будем работать? Правильно, мы будем работать в рабочей строке. Умнички, вы это хорошо запомнили. А теперь, уважаемые взрослые, помогите нашим ребятам открыть пропись на странице 7. Сегодня, ребятки, мы будем учиться писать эти элементы. Посмотрите внимательно на первую строчку и на вторую строчку. Что они вам напоминают? Первый элемент напоминает туловище птички. А второй элемент напоминает стебелек цветка. А еще что вам напоминают эти элементы? Да, ребята, эти элементы еще напоминают капельку воды. Правильно? Молодцы. Итак, возвращаемся к нашей прописи. Ребята, первый элемент, который мы сегодня с вами научимся писать, называется наклонная прямая линия с петлей вверху. Этот элемент мы начинаем писать чуть выше середины рабочей строки. Ведем вверх-вправо плавную линию и закругляем ее в середине вспомогательной строки. Закругляем ее влево и ведем вниз прямую наклонную линию и заканчиваем в нижней линеечке рабочей строки. Внимательно посмотрите на экран. Внимательно посмотрите на эти элементы и начинаем чуть выше середины рабочей строки. Ведем плавную линию вверх-вправо, закругляем в середине и ведем прямую наклонную линию вниз, заканчиваем в нижней линеечке рабочей строки. Ребятки, обратите внимание, что все линии этого элемента пересекаются на верхней линеечке нашей рабочей строки. Это вам надо запомнить. И еще раз рядышком пишем этот элемент. Ребятки, не забывайте, что расстояние между элементами должно быть одинаковое. И они должны быть на одинаковом уровне. Если у вас первые раза не получаются, ничего страшного. В следующий раз у вас обязательно получится. И еще раз до конца рабочей строки. Написали? Молодцы! Теперь смотрим на следующий элемент. Посмотрите внимательно, ребята, чем отличается этот элемент от нашего первого элемента. Совершенно верно. Здесь у нас петля уже находится где? Внизу. А начинаем мы этот элемент, который называется наклонная прямая линия с петлей внизу. Начинаем писать от верхней линеечки рабочей строки. Ведем прямую наклонную линию вниз. И в середине вспомогательной строки закругляем влево-вверх и ведем плавную линию вверх-вправо. И заканчиваем чуть ниже середины рабочей строки. Внимательно посмотрите на экран. А теперь пропишем в прописи. Начинаем писать от верхней линеечки рабочей строки. Ведем прямую линию наклонную вниз и в середине закругляем влево, ведем плавную линию вверх-вправо и заканчиваем чуть выше нижней линеечки рабочей строки. И еще раз. Стараемся, ребята, пишем аккуратно и правильно. Все линии данного элемента пересекаются на нижней линеечке рабочей строки. Вы должны это запомнить. Стараемся и у нас все получится. Пишем до конца строки. Закончили. Молодцы. Следующий элемент, ребята, называется линия с петлей в рабочей строке. Если, ребята, мы до этого писали с вами петлю вверху и внизу, то здесь уже мы петлю пишем в рабочей строке. Ее мы начинаем также от верхней линии рабочей строки, ведем плавную линию вниз-вправо, закругляем ее на нижней линии рабочей строки и ведем плавную линию вверх, а затем вверх-вправо и заканчиваем на верхней линеечке рабочей строки. А что вам напоминает этот элемент? Посмотрите внимательно на него. Правильно, этот элемент нам напоминает рыбку или вазу. Правильно? Ну тогда начинаем. От верхней линеечки рабочей строки ведем плавную линию вниз-вправо, закругляем на нижней линеечке рабочей строки, ведем плавную линию вверх-вправо и заканчиваем на верхней линеечке рабочей строки. Стараемся, ребята, пишем аккуратно и правильно. И еще раз. Получилось? Молодцы! Вы продолжаете писать дальше, а я начну с новой строки. Закончили? Продолжаем. Следующий элемент, ребята, посмотрите внимательно. Этот элемент называется малый левый строчный полуовал. Его мы начинаем писать, ребята, в рабочей строке. Обратите внимание. Начинаем писать чуть ниже верхней линеечки рабочей строки. Ведем плавную линию вверх-влево, закругляем и проводим полуовальную линию вниз и закругляем на нижней линии рабочей строки, закругляем вверх-вправо и заканчиваем чуть выше нижней линеечки рабочей строки. Посмотрите внимательно на экран. Ничего сложного, правильно? Пропишем в прописи. Начинаем писать чуть ниже верхней линеечки рабочей строки. Ведем плавную линию вверх-влево, ведем полуовальную линию, закругляем внизу и заканчиваем чуть выше нижней линеечки рабочей строки. И еще раз рядышком. Не забывайте, ребятки, что расстояние должно быть одинаковое. Стараемся, пишем правильно и аккуратно. Закончили? Ребята, давайте немножко отдохнем. Наши пальчики устали и вы уже умеете делать эту физминутку. Итак, повторяйте вместе со мной. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Отдохнули? Ну, тогда продолжаем. Следующий элемент, ребята. Он называется малый строчный овал. Если до этого, ребятки, вы писали полуовал, а теперь мы с вами пишем малый строчный овал. Посмотрите внимательно. Вокруг вас, я уверена, очень много предметов, которые имеют форму овала. Мы даже с вами до этого видели несколько овощей и фруктов, которые тоже имеют форму овала. Итак, посмотрите внимательно, как нужно писать этот элемент. Этот элемент мы начинаем писать точно так же, как полуовал. Чуть ниже верхней линейки рабочей строки, ведем плавную линию вверх-влево, ведем полуовальную линию вниз, закругляем внизу и ведем плавную линию вверх-вправо и закрываем наш овал. Внимательно посмотрите на экран. Ну а теперь давайте попробуем в прописи. Начинаем. Закрываем наш овал. И еще раз. Ребятки, если вы не успеваете, ничего страшного. У вас будет возможность закончить эту работу вместе с родителями. Итак, ребята, давайте подведем итоги нашего урока. Чему учились на уроке? Совершенно верно. Мы сегодня с вами учились писать новые элементы. А какие элементы писали? Давайте вспомним. Правильно. Сегодня мы с вами писали наклонную прямую линию с петлей вверху и внизу. Писали с вами малый строчный полуовал и малый строчный овал. Молодцы, ребята. Я уверена, что вы старались и все элементы у вас получились правильно. Но если у вас что-то не получилось, ни в коем случае не расстраивайтесь. В следующий раз у вас все получится. А последнюю строчку вы выполните дома самостоятельно. Значит, в прописи на странице 7 вам нужно будет дописать шестую строчку. Допишите? Прекрасно. Ребята, вы сегодня замечательно работали. Вы отгадывали загадки. Узнали, какие овощи и фрукты приготовила для нас осень. Надеюсь, что вам урок понравился. Вы работали отлично. Вы молодцы. Берегите себя и близких. До новых встреч! Hello, everyone. Welcome to our English lesson. My name is Miss Tahmina and I am your English teacher today. English for kids, for the first grade. Our new scene, Unit 1, Lesson 3. Where are you from? First of all, let's repeat our last lesson. Давайте повторим наш прошлый урок. Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine. I hope that you are too. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine. I hope that you are too. Let's repeat. How are you, Jasor? How are you, Jasor? Вы помните, как переводится выражение how are you, Jasor? Правильно. How are you? Как дела? I'm fine, I'm fine, or I'm okay, or I'm great, or so-so. So, let's repeat. How are you, Jasor? I'm fine, I'm okay, I'm great, and so-so. So, how are you, how you can translate the phrase, how are you? Как дела? Окей, нормально. Good, хорошо. Great, здорово, so-so, неплохо, и I'm fine, хорошо. Good, now, let's begin our new theme, unit one, lesson three, where are you from? Выражение where are you from переводится, как откуда ты, или же откуда вы, where are you from? Вопрос переводится, как откуда ты, откуда вы, where are you from? What am we, where are you, where are you from? where are you from where are you from where are you from Canada Korea Italy China America Australia Japan or India where are you from where are you from where are you from Spain Germany Mexico the Philippines Brazil Sweden New Zealand Thailand Peru Greece Turkey Jamaica Poland France bonjour where are you from where are you from where are you from now children let's play the game ask and answer давайте дети сыграем в игру спроси и ответь hello where are you from can you translate yes привет откуда ты hello I'm from Tашkent привет я из Ташкента so repeat after B where are you from I am from Tашkent where are you from I am from Tашkent good now continue where are you from where are you from where are you from yes откуда ты или же откуда вы you're from where where're you from where are you from where are you from you're from wait where you are you from good я из или я живу в и ответите как I'm from or flying to L Или же короткий вариант I'm from. I am from. For example, I am from Tашкент. I am from London. Repeat after me. I am from. I am from. I am from. Good. Now, where are you from? It's a dialogue. Where are you from? I am from Tашкент. And where are you from? Oh, I am from London. Repeat. Where are you from? Откуда ты? I am from Tашкент. Я из Ташкента. Where are you from? Ну, откуда ты? I am from London. Я из Лондона. Good. Now, continue. Let's play the game Ask and Answer. And use the phrases. Where are you from? And I am from. Давайте сыграем в игру. Спроси и ответь. Используя выражение, используя вопрос. Where are you from? И ответ. Я из. So, where are you from? Where are you from? I am from London. I am from London. So, where are you from? I am from London. And children, where are you from? Good. From Tашkent. Good. Now, the next game. Let's play the game What's your name? Do you remember? Can you translate? What's your name? Правильно. Как тебя зовут? So, what's your name? My name is Kate. What's your name? My name is Kate. Can you translate? What's your name? Как тебя зовут? My name is Kate. Меня зовут Катя. What's your name? My name is. What's your name? My name is. Good. Now, children, let's have a rest. And let's sing action song. Your home bag for today. Ваши домашние задания на сегодня. Первое. Посмотрите на рисунки в задании 6 на странице 8 и вспомните вопрос. Where are you from? И ответ. I am from. And task 2. И упражнение 2. Раскрасьте рисунок на страничке 10, придумайте имена пальчиком и скажите за них. What's your name? My name is. Sir? What's your name? My name is. Now, let's repeat. Where are you from? I am from. What's your name? My name is. Good. Now, children, let's rest. Давайте отдохнем. And our lesson is over. Goodbye. 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 Продолжение следует...